вообще меня одолела лень то есть я короче вроде как должен что-то снимать какие-то видео что-то рассказы про чай на что-то уже просто так все это иногда утомляет дороге потому что мы взяли интенсивный довольно ритм путешествий и заваривание чая и всего и в общем я немножечко под офигел назовем это нежный так вот сейчас мы находимся на границе трех уездов северопровинции гуандун уездов мы и джан дианы и чадом мы сейчас прием чауча кстати вот максим максим надо выпить эту чашечку чаучает вообще потрясающий продукт который конечно до конца еще не понят частично по нашему любителями чая но на самом деле тут есть два секретных секрета как правильно заваривать чай чай сейчас немножечко расскажу и самому чаях уже было видео на канале я рассказываю про его технологию как его готовят как его делают сейчас расскажу как его лучше правильно заварить первых у человека часто такая достаточно мелкая фракция если вы кладете такого чая слишком много учитывая что как правило чауча бы все случаев очень мощный с ним есть и много огня и много по-прежнему если такого немножко очищения тиньсян то есть такого вяжущей свежести скажем так если вы его положите очень много он будет сильно горчить и можно горчить даже и вязать поддерживающий такой вкус даже еще больше чем на первом ладом шанпуэре и очень многие столкнуть эта проблема когда брали чавыча таки а припец какой ужас я очень сильно его заварил и чай абсолютно я сейчас видите у него полная гаваня заваренного листа но при этом надо сказать что я положил чая совсем на донышке сейчас я проливаю два сорта один у меня это пошел причем это будет новый сорт это у нас точнее наш был пошел на среду шоу у нас он у тысячи пятнадцатого года будет из такой довольно таки доступной категории то есть в районе тысячи рублей где-то за 100 грамм поэтому по вкусу он реально как частично шоу да вот немножко даже шучем напоминать частично напоминают пропеченные ушаньцы и в общем то есть такая типичная нотка чао-ча то есть обжаренного чая севера провинции гуанду немножко расскажу если вы случайно наткнулись на это видео и не раньше не смотрели мои видео про этот чай то что это огромное количество сортов которые обрабатываются по технологии такой длительной обжарки делается из сорта куста у луны и самые разные луны не спошел рукобуды тоже очень известный лун и его выращивают везде в китае не только здесь но и хуцзяне и не тайвань и где только его нет здесь же самое главное это не только культура то как обрабатывать длительная обжарка она получается проводит чай в очень такой мощные косоматические соединения из него выходит что чай получается оновременно похожи на ушаньцы и чем-то даже на пуэр и чем-то на красный может быть чай хотя ферментации там особо нету это кислите красного чая там нет вообще но именно по степени скажем так крепости да может быть по экстракции на что похож черча макс я у меня фантазии хватает расскажем на что похож челочек сейчас макса скажем на что похоже на чай ну да в нем много очень какой-то уишанской ноты вот уишанец вместе с донцу нам я все-таки от шу но то не могу не выловить да но вот уишанец донцу нам почему донцу нам такого высокого огня вот это точно есть и на фоне кислинка донцунов как раз наоборот очень светлых хотя вот после вкусе после первой волны вкусов то что остается человек точно очень интенсивный и с количеством перебарщивать ни в коем случае нельзя покажем сейчас как вот сейчас буду заваривать два новых сорта здесь у нас значит сейчас я высыплю сначала эти два я называю отпустить к у нас уже обленившиеся дегустации life это называется когда ты выпил столько чая что сил анализ таких у тебя нету ты только делаешь вот смотрите сколько падет чая на гайвань причем режим положу довольно таки много да но потому что это чай лауча держала чатыма но даже них лауча называют том числе и прочее 2017 года ну да ну да ну и вот я сама делаю все все что я делаю обычно чаем но однозначно всегда первый пролив сливаем потому что есть это не идет смотри какой рубин такой настой но очень интересно да иногда причем аромат аромат прям какой-то какие-то розы или что это такое цветы какие-то очень яркие крокодил да чуть-чуть как будто бы мне кажется я пусто на удаши один я вычейный год тут нас и снимает друзья естественно анастасия мы не выдержали его решили снять live дегустацию запросите меня за дрожание камеры но если вы как-нибудь окажетесь такой ситуации как мы сейчас вы поймете вот он будет опять говорить вот я лентяй да ты чай попробуй это у нас лава даньцун выдержанный даньцун вот такая краткая зарисовка сегодня мы будем дегустировать еще несколько мешков даньсонов на вечером может пойдем еще и другую деревню где делают слабого огня даньцун вот прям хороший проливаем еще два чауча это у нас пошел и бассейн оба абсолютно замечательный по аромату листа но посмотрим будет на вкус бассейн какой-то немножко вот эту нежный я понял что все пошел очень русском вкус и близок причем во всех его проявлениях он пожалеет на худенковом за ту детскую как-то не очень тяжело до цвета хотя мы пили вы часы для плавочи хорошие но это бассейн это бассейн неплохо короче главный секрет сначала чай не класть очень много он сразу нежненький получается вкусно не нежненький он тоже мощный но он такой неприятный горчи или мне чуть-чуть совсем уговаривать но бодрит но но виду специально по запросу подписчиков показываю деревенскую жизнь деревенскую жизнь сейчас в деревенской такой кафешки самый обычный самый просто примитивный естественно на столе у нас чайная доска раздуманный чайничек очень чайничек чай с чао-джоу не этот самый низкий но похож на зиски на рачал джоу блин а все локально ну и самое главное это блюдо это значит у нас и и осы или пчелы вместе с судами их тоже готовят как блюдо их принесли вот явно только что недавно видимо собрали какие-то охотники за ним вот они тут ползит вот они я уже как-то показывал но туда алкоголь вот этими самыми шершнями понимаю нас точки 5 зине 400 юаней 21 150 рублей за литр примерно на самом деле не только в бландуне это едят их отломали где-то там диком месте потом положили сюда почти это кусачки осы пчелы вкусняшка богатейшая провинция китая и тут такой как надо заметили с максом такой арабский трэш такой на улице вообще вот конечно сказать что очень бедная деревня на страну в этом котеночек сидит плачет маленький пойдем на кухне посмотрим как готовка происходит интересная тема с воротами вот тоже только в бланду не видят такие ворота железные высокие они конечно есть где-то еще но в основном везде в других местах большей частью встречаются вот роль студии типа как там дико неординарный пароль вай фай обычно всегда вай фай это пароль 8 восьмерок а тут а и 7 единичек первый раз в жизни такой кто-то экстравагантная но немного про еду деревенскую еду в зияне жареная лапша ну вот с зеленью вот но в принципе ноги можно встретить такой вот тофу какими-то семечками обжаренный тоже очень неплохо это дикая свинья свинья сейчас китай это арбитет из-за чумы репродукты еще один репродукты ракушки и вот местная такая особенность это жарный рис стопу с зеленью и какими-то свиными ошметками очень все вот это вот выглядит как самая обычная деревенская еда и в общем-то довольно таки вкусно ну кроме мяса я не могу это оценить но ребята что вкусно вкусно свинья вкусно вкусно очень а это вот личиночки личиночки осы вкусно такие вот личинки это другие пробовать не вкусно когда детьми сравнить идеальной едой там ты первого слушай там делали щенки для этого это не мясо не равно это мясо это живое существо хотя принципе когда ем грибы на там тоже какие-то червячки то есть я их не замечаю внутри нас тоже какие-то личинки живут ну насекомые 35 мясо получается ну личинки одна на вкусно было бы но они в каких это вы знаете то что сейчас в голландии построили огромнейший завод из которого где выводят этих личинок каких-то специальных мух из которых потом делают мясо и в некоторых странах уже разрешили это мясо продавать даже без отметки чтобы сделан из личинок потому что типа супер гипоэндрогенный крутой белок вот же видите персадим сейчас один феймер и мы разговариваем на тему этих безумных сортов чая он мне тут показал свою производство супер пакетик чайный красный чай с имбирем вот игры не такой нам не очень интересно показал после этого такой штук называется пошел медовый чай с чаем пошел без медом месте вот выглядит вместе просто пущи как это невероятная штука помогите сюжеты видео в гуандоне аромат очень прикольный но это прям берется так ложечка и заваривается тоже в гайване надо будет попробовать все-таки не придумают а мы будем про придумывать тоже безумные вещи им рассказываю про то что может делать габу про то что может делать шоуэр из лунов и прочие всякие безумные идеи которые мы будем потихоньку воплощать и рвать мозг фермерам и любителям чая всего мира заселились великий одетель сейчас одетель в пятизвездочный одетель вот он одетель вена одетель если вам нужна помощь время мы помогли им немножко помогаем тут желаю вам приятного пребывания желаем тут лишняя , но это еще ладно вот здесь вообще жесть по проблемам или заказа или жалобы звоните по телефону такому то я вот им помог управить что по вопросам жалобы и не вена отдель а вена отель а так целом на самом деле китайский русский подрос на уровень со всем что было раньше потрясающе как и положено в великих культурных отелей обязательно тут продается всякие разные предметы искусства вот это продается замечательный чайник как мы видим из этикетки стоит он 168 тысяч юаней то есть миллион шестьсот восемьдесят рублей прям здесь недорогой чайник за 21000 если в рублях посчитать человек сделан из беншайн лиуни сэй фан ху то есть написано чайник четырех такой квадратный и сделан в и сине имя мастера тут не написано есть какой-то паспорт он не стоит особо не заморачиваться не везде поспакать эти стоят вот теперь тоже чайнички продаются по 2000 и они по 4 по 1800 18000 46000 и 2100 не видит аспартов нету это и про то что очень много народу писать просто таки паспортный чайник почему нет паспортный начальник давайте посмотрите вот бюджетный чайничка и они вот тут тоже 3000 вот 12000 такой вот витринга стоит прям эти звездочном отеле в городе где я где мы находимся тут еще есть чайный клуб от компании у и старт до крупнейший производитель одних крупнейших повышать он там у них дахн пау знаменитый их логотип так что выглядит а вон там происходит фотосессия на лестнице девочки зашли с улицы сами не живут в отеле вообще просто мимо проходили но и надо было взять красивую фоточку типа я такая крутая стою в европейскому натуражу она видела что я и довольна посмотрела вот и будем расстраивать девочки то не сберкой а у него пальто сберку вот ведь может на пальто взяла пальто где-то зла попользоваться потом способность на лестнике пока никто не видеть заблочение китайских модель с пойдем поспорим них возьмем интервью да прикольно так понимаю что эти девушки тут не просто так гуляют люди потому что их подвозит пойдем посмотрим на чайный клуб потрясающий компания поеста тоже тут нам дарит вау тут закрыто какое несчастье ну ладно окажешь туда попасть вот так чайный клуб закрыт а магазин вин открыт ладно пойдем тогда обратно не посмотрели мы на величайшие в чайную культуру глубокую точнее и проявление в виде маленького магазинчика он пойдем достали чуть сегодня везде не дороги практически поэтому пожалуй пора